Всем привет! Меня зовут Сергей Вострецов, я федеральный диктор, тренер по голосу, актер и просто замечательный человек, который делится с вами разными интересными лайфхаками и упражнениями, которые помогают развивать ваш голос, вашу дикцию и речь, быть уверенным при выступлении. Сегодня хочу затронуть очень важную тему, которая называется старение голоса. Вы знали о том, что как мы внешне, так и наш голос начинает со временем терять свою силу, свою бархатность, свою окраску и уверенность. Жилые люди говорят, наверное, не так ярко, не так громко, звучат тише, не так четко работает артикуляция. Все это связано с тем, что люди не занимаются должным образом своим голосом. Я сегодня расскажу вам о некоторых факторах, которые влияют на старение голоса и как с этим бороться. Но начнем с самого важного. Это наше дыхание. Голос — это озвученное дыхание с возрастом, наверное, уменьшается объем легких, нам тяжелее говорить, нам тяжелее дышать. Слышали, наверное, дыхание человека взрослого, когда тяжелое идет, невыработанное постоянно идет отдышка и так далее. Ну, поэтому, наверное, нужно в первую очередь заниматься спортом, развивать дыхание. Плавание — это раз, бег — это два, ну или просто ходьба. Если нет времени на занятия спортом, я покажу вам несколько упражнений, которые помогают держать в тонусе наше дыхание, наше диафрагмальное дыхание в первую очередь. Чтобы держать его в тонусе, самое простое упражнение — это проткнутый мяч. То есть мы на одном дыхании со звуком С. Выдыхаем плавно и четко, держа в тонусе нашу диафрагму. Представим, что в руках у нас мяч, протыкаем его, делаем вдох диафрагмальный и выдуваем со звуком С. С. До самого конца. Сдули. Еще разок. С. Почувствуйте, как сдувается ваша диафрагма, как напрягается пресс. Таких повторов нужно сделать примерно пять. Также хорошее упражнение, которое активизирует вашу диафрагму тоже со звуком С, но на музыкальные доли. Давайте попробуем. Покажу, как это делается. Отбиваем ритм. Четыре хлопка. А теперь на все четыре хлопка распределяем наше дыхание, наш выдох на звуке С. Получается следующим образом. С. Хорошо. Теперь делим пополам. На каждые два хлопка один выдох. С. С. Делаем добор после второго. Короткий добор через диафрагму. Теперь на каждый хлопок. Выдыхаем через диафрагму. И третий на каждый хлопок по два выдоха. И в конце завершаем опять одним выдохом на четыре хлопка. А теперь это нужно сделать без перерыва от начала до конца. Попробуем еще раз. Первое. На четыре хлопка один выдох. Далее. Два выдоха на четыре хлопка. Четыре выдоха на каждый хлопок. И по два выдоха на один хлопок. В конце завершаем опять. Восстанавливаем дыхание. Один выдох на четыре хлопка. Выглядит это следующим образом. Давайте, если запомнили, получилось. Попробуем. Три. Четыре. Вот. Таким образом вы активизируете свою диафрагму. Диафрагмальное дыхание. Прекрасно. С дыханием разобрались. Теперь с нашей связкой. Они должны быть в тонусе. Они должны быть эластичны. Поэтому их надо периодически напрягать. Чуть-чуть. Напрягать и расслаблять. Отличный способ разогревать свои связки и привести их в тонус это чтение любого текста на полушепоте. То есть вы активно артикулируете и говорите на полушепоте. Таким образом у вас подключается и диафрагмальное дыхание. И работа на связке. И артикуляция. Просто возьмите текст и прочитайте буквально две-три страницы. Нет, две-три страницы много. Одну страницу на таком полушепоте. Далее. Хороший способ держать в тонусе ваши связки это легкое мычание. Помычали. Как будто бы мы пытаемся произнести звук О с закрытыми губами. Сильно губы сжимать не надо. От этого будет напрягаться челюсть. Здесь все расслаблено. Представьте, что в вашем горле находится такая труба, которая выпускает воздух. Ничего не зажимается. Направляем звук на губы. Если губы не вибрируют, есть хороший способ. Берете ваш большой палец. Прислоняете ноготь к губам. Должен почувствовать вибрацию на ногте. Если не получается, можно чуть-чуть постучать. Тем самым активируя вибрацию на губах. Прекрасно. Это второй фактор, который влияет на молодость вашего голоса. Связки. Закрепляем дыхание диафрагмальное. Разминка связок. Приводим их в тонус. И, конечно же, артикуляционный аппарат. Что нужно делать? Нужно проводить артикуляционные гимнастики. Самая простая – разминка губ. Вытягиваем губы трубочкой вперед. Растягиваем в улыбки. Лучше всего не в открытой, потому что так лучше натягиваются губы. И вот таких повторов 10. Далее круговые движения. Старайтесь крутить губами так, чтобы не все лицо за ними ходило, а исключительно только губы. лицо неподвижно. И в другую сторону 10 раз. Ту же самую историю проводим с языком. Вытягиваем вперед. Далее расслабляем. Таких повторов 5-6. Упражнение качели. Хорошо приводит в тонус кончик языка. Работает только кончик языка. Прекрасно. Можно сделать трубочку. Некоторые мои ученики говорят, что трубочка не получается. Очень странно. А у других по 3 трубочки одновременно. Я остановил свое развитие только на одной. А теперь попытайтесь сделать так, чтобы ничто не держало трубочку. Зафиксируйте. То есть расслабляйте, раскрывайте шире вашу челюсть. Держите язык исключительно только мышцами языка. То есть тем самым вы приводите в тонус крылья языка, края языка. Это помогает вам четче говорить и не уходить на шипелявость. Свистящие, шипящие будут в тонусе. Это основные три фактора, которые влияют на молодость голоса. Ну и помимо этого есть еще гигиена голоса. Не стоит пить слишком холодные напитки. Не стоит злоупотреблять сладкими газированными напитками. Они также влияют на голос. Хорошо спать. 8 часов – самое отличное время для того, чтобы голос не перенапрягался. Соблюдайте эти три правила и ваш голос будет долгое время находиться в тонусе. Искриться молодостью, яркостью и энергией. Хотите знать больше? Подписывайтесь, ставьте лайк. Да пребудет с вами сила голоса. Пока.